Итак, как же строить нейронные сети и как, вообще говоря, понять, что там происходит? Ну, для начала давайте начнем с простого и вернемся к основам. Вот линейная модель. Вообще говоря, вы видите перед собой логистическую регрессию, я думаю, вы с ней замечательно знакомы. У нас есть некоторые признаки описания объекта, затем мы с вами используем линейное преобразование, у которого есть некоторые параметры омега и b, применяем некоторую нелинейную функцию активации, нелинейную сигмоиду в данном случае, и получаем вероятность принадлежности, допустим, этого объекта к классу 1. Ну, потому что. У нас есть некоторая функция потерь, которую мы можем посчитать, по факту это логлосс или же кросс-энтропия бинарная, и мы можем оптимизировать, скажем так, параметры нашей модели, используя просто-напросто градиентные методы, чтобы подобрать оптимальную омегу и b, чтобы решать задачу наиболее хорошо. Но возникает вопрос, а что делать в таких случаях? Вот пример типично неразделимой выборки. У нас с вами зеленые точки находятся в пространстве, обравленном красными точками, и решить эту задачу с помощью линейных моделей, с помощью той же самой логистической регрессии, не представляется возможным. Но нельзя с помощью линейной модели разделить линейные неразделимые выборки. Подходов к решению задачи можно придумать много. Можно призывать, допустим, деревья. Деревья умеют строить не линейную разделяющую поверхность, они это как-то сделают. Можно позвать СВМ и использовать какое-нибудь ядро, которое, допустим, позволит нам перейти в другое пространство с другим скалярным произведением, и в нем выборка уже будет линейная разделима, к примеру, вы можете видеть краски справа. Можно придумать новые признаки для наших данных и, опять же, в этих новых признаках неплохо описать решение и получить решение. Но проблема в чем? Помимо, наверное, деревьев и каких-то их ансамблей, все остальные подходы требуют участия человека и человеческого, гений человеческого труда в том, чтобы придумать новые признаки, подобрать ядро и так далее. Это требует времени и сил. А когда мы говорим про построение эффективных и информативных моделей, нам бы хотелось все-таки максимально избавиться от какого-то рутинного труда по подбору оптимальной структуры и так далее, и максимально это все автоматизировать. Так вот, нейронные сети это как раз и есть те самые механизмы и методы, которые позволили автоматизировать подбор признаковых пространств и, вообще говоря, автоматизировать построение информативных признаковых описаний наших объектов. Что ж, как это работает? Давайте еще раз посмотрим на нашу логистическую регрессию, например. У нас есть некоторое описание наших данных в каких-то признаках, затем у нас, возможно, есть некоторый ручной отбор признаков. Мы говорим, эти признаки важные, эти не важные, так что вот эти оставляем, эти выкидываем, потом берем все попарные между ними взаимодействия, какие-нибудь перемножения, и на этих признаках строим нашу, допустим, линейную модель, вот этот третий блок. После чего предсказываем нашу модель какой-то результат, обучаем параметрам модели и так далее. Но при этом отбор признаков происходит руками на основании просто наших решений. Это не очень хорошо автоматизируется. Так вот, давайте автоматизируем не только подбор параметров классификатора, который мы видим справа, но и подбор оптимальных признаков или их комбинаций. То есть просто-напросто наш теперь фичий экстрактор будет параметрически зависеть, будет параметрической функцией или чем-то вроде того. Как это можно сделать? Сделать это можно простым образом. Мы можем попросить какую-то модель, у которой есть параметры, генерировать нам признаки. Какую модель вы можете предложить? Давайте это будет какая-нибудь линейная модель. Например, мы берем линейную модель, вот та же самая логистическая регрессия, применяем ее к исходным данным, применяем линейное преобразование, затем нелинейную какую-то активацию, например, ту же самую сигмоиду. Зачем нам нелинейную активацию, сейчас поговорим. После чего над этими признаками, новыми, уже используем логистическую регрессию. Можно задать вопрос, а зачем нам две логистические регрессии подряд? А давайте скажем, что эта линейная модель, скажем так, она отображает из 10 измерений в 50. То есть у нас есть 50 различных линейных комбинаций исходных 10 признаков. После чего мы помимо этого еще каждую эту линейную комбинацию отдельно просто-напросто покрываем сигмоидой сверху, и она из условного R переходит в 0,1. Зачем нам это нужно? А затем, что после этого у нас на третьем блоке опять видим логистическую регрессию, которая по сути является линейной моделью, и линейная комбинация линейных комбинаций есть линейная комбинация. Если же мы с вами применили нелинейное преобразование вот здесь, то линейная комбинация нелинейных комбинаций уже не является линейной комбинацией исходных признаков. Или говоря по-другому. У вас вот этот шаг, по сути, что делает? Переходит из исходного признака пространства в какое-то другое с помощью использования каких-то линейных преобразований, а затем еще нелинейно преобразовывая это самое пространство. То же самое, что делал бы SVM с использованием другого ядра. Только ядро вы подбираете руками, а здесь вы руками подбираете функцию активации, но зато все остальные преобразования делаются моделью автоматически. И в итоге что получается? У нас есть вот этот блок, который, во-первых, имеет какие-то параметры внутри линейной модели, а во-вторых, от результатов работы этого блока напрямую зависит решение задачи, потому что потом стоит логистическая регрессия. Ну, а теперь все понятно. У нас логистическая регрессия может обучаться с помощью, допустим, того же самого градиентного спуска. Может. Но при этом ее результаты зависят от того, что пришло ей на вход. Логистическая регрессия дифференцируема. Эта линейная модель дифференцируема. Сигмо — это дифференцируема. Вся функция дифференцируема. А значит, градиентные методы все так же работают и все так же могут помочь нам найти не только значение параметров для логистической регрессии, но и значение параметров для линейной модели. Давайте этим и займемся. И для этого нам понадобится механизм обратного распространения ошибок, градиентного спуска и так далее. Перед собой вы видите на экране типичную нейронную сеть, на самом деле просто нейронная сеть, у которой есть один скрытый слой, по сути, даже два. Ну, да, давайте скажем, что их два. И также можно обратить внимание на то, что даже нейронная сеть, которая, даже логистическая регрессия является просто нейронной сетью, в которой скрытых слоев нет. Мы с вами сразу берем исходное признаковое описание и отображаем его в итоговый результат. Просто нейронная сеть малой, как бы, малых размеров, которой нет у скрытых слоев. Поэтому нейронные сети это не какие-то волшебные коробки с магией внутри, это просто-напросто несколько дифференцируемых моделей, которые помогают друг другу работать лучше. И здесь я еще раз оговорюсь, именно в структуре нейронных сетей, в том, что они все дифференцируемы, кроется их сила. Что ж, давайте разберем, как же правильно строить нейронные сети и как вообще все это дело обучать. Для этого нам понадобятся, во-первых, какие-то линейные преобразования, про них мы только что сказали, ωx плюс b, вот линейные преобразования. Во-вторых, какие-то нелинейные преобразования зачем? Ну, чтобы каскад линейных преобразований не схлопнулся в одно линейное преобразование. Можете сейчас прямо поставить видео на паузу и досуге проверить. Если вы примените сначала ω1 умножить на скобочку ω2x плюс b2, скобочка закрылась, плюс b1. Можете переписать, и у вас получится, что это то же самое, что какая-нибудь ω с крышкой x плюс b с крышкой. Потому что линейные операции, линейные комбинации, линейные комбинации, есть линейные комбинации, все. Поэтому нам нужны не линейные преобразования, как раз таки, чтобы этого не происходило. И есть множество различных функций активации, давайте разберем из них основные, и на самом деле их не так уж много, и в сегодняшней лекции почти все из них мы покроем. Во-первых, это уже знакомая вам сигмоида. Ну а чем сигмоида плоха? На самом деле замечательная функция активации, которая позволяет нам число из r перевести в 0.1. Полезно, удобно, быстро и всем привычно, это было давным-давно в логистической регрессии. Во-вторых, есть гиперболический тангенс, который, на первый взгляд, да, все функции вы можете видеть справа, на первый взгляд он от сигмоида отличается мало чем, и да, по сути, это есть просто отшкалированная сигмоида, теперь она не от 0 до 1, а от минус 1 до 1. Из плюсов теперь у него центрированный output, то есть у него область действия от минус 1 до 1, область значений. В-третьих, есть какая-то странная функция, которая максимум от 0 до а. И тут внимательные слушатели задают вопрос, погодите, вы требовали только что, чтобы функции были дифференцируемыми? Максимум штука не дифференцируема, вон там она нарисована, это угол какой-то, он в 0, производство не имеет. Ну, хорошо. А теперь давайте вспомним, зачем нам это нужно. На самом деле мы еще не разбирали с вами бэкпроб, но нам нужно с вами что? Нам нужно будет с вами в каждой точке, скажем так, оценить градиент для наших параметров. Если вы посмотрите на ту же самую relu, а именно так называется функция максимум 0a, вы обнаружите, что при значениях a больше 0 производная 1, при значениях меньше 0 производная 0, а в 0 вы можете просто определить производную. Тогда в каждой точке вы можете почитать производную по-честному, потому что вы ее знаете, а гладкость функции мы на самом деле не требуем. Поэтому почему нет? Ну и есть множество различных функций, типа soft plus, ELU и так далее, вы видите их на экране, они используются не так часто, но тем не менее. Итак, функции активации нам нужны только для того, чтобы получить нелинейное преобразование над нашими исходными признаками. Что же делать с ними дальше? А дальше строить из них нейронную сеть. Сейчас мы с вами введем некоторые понятия, тут вы видите их огромное количество, потому что потом мы будем просто прочитать. их использовать и шаг за шагом их прорабатывать и разбирать. Во-первых, введем понятие слоя. Слой будет некоторой структурной единицей нашей нейронной сети, которая, как правило, включает в себя некоторое преобразование, линейное, как правило, ну или не совсем линейное, которое может быть представлено в виде линейного. Например, тот же самый линейный слой, который мы с вами видели только что. Вот, линейное преобразование. И, как правило, в слое есть некоторая функция активации, например, та же самая сигмоида, которую вы видите здесь. Итак, слой — это некоторая структурная единица, которая как раз включает в себя линейное преобразование, Свертки можно тоже представить как некоторое линейное преобразование на самом деле Поэтому свертки слои тоже есть Плюс нелинейная функция активации И из слоев, как правило, и строят сеточки Также отдельно, как правило, выделяют входной слой Это просто исходное представление данных И сейчас мы с вами поймем, почему выделяют отдельным слоем И выходной слой, это итоговое представление данных Например, если вы говорите про задачи классификации То это распределение вероятности по классам Если это задача регрессии, то это просто возможно число Или вектор из чисел, если это векторная регрессия И так далее И мы разберем с вами различные типы слоев, например, сверочные слои, разберем рекуррентные нейронные сети, подумаем про то, как можно работать с графами, возможно даже в скором времени. Так что это все будет интересно и главное пользоваться правильным, скажем так, матаппаратом, правильной терминологией. Также функции активации это функции, которые, краски, применяются к выходу с этого линейного преобразования. И тут стоит обратить внимание, что в разной, скажем так, нотации, в разных школах, в разных привычках иногда либо говорят, что вот у нас линейный слой с активацией какой-то, а иногда говорят, что у нас линейный слой и после него активация какая-то. То есть функция активации применяется к результатам какого-то линейного или там не совсем линейного преобразования, которые были перед ним. И они всегда следуют друг за другом, ну вот как на этом графике. Сначала что-то сделали, потом применили активацию. И есть достаточно большое количество различных функций активации. Активация сегмо, это тангенс, релу, много других. Были даже некоторые экзотические работы, где предлагали использовать какие-нибудь другие нейронные сети в качестве функции активации, а почему бы нет. Но в целом к ней, как правило, требование одно. Мы должны уметь посчитать производную в любой точке. Тогда нас более-менее все устраивает. Плюс есть достаточно другие специфичные ограничения, будь то ограниченные область значений, ну допустим от 0 до 1, от минус 1 до 1, чтобы не было каких-то проблем с работой с выходами с этой функции активации. Но об этом поговорим, соответственно, при работе с рекуррентными нейронными сетями и в дальнейшем. И все это многообразие, все это великолепие обучается с помощью backpropagation, который на самом деле является просто модным словом для производной сложной функции. Все. А теперь мы как раз с вами перейдем непосредственно к backprop, посмотрев на те сеточки, которые бывают. Итак, вот простой пример WKG-16, на самом деле серьезной сети, которая в 2014 году показала отличные результаты на все том же ImageNet, уже значительно превосходящие результаты AlexNet, но тем не менее он был первым, поэтому он также вошел в историю, потому что он в принципе привел к такому всплеску. И вы можете как раз увидеть здесь слои. Input слой, входной слой, это то самое исходное представление наших данных. Затем несколько сверточных слоев, про свертки поговорим чуть позже, если коротко они хорошо работают с изображениями, учитывая пространственную структуру. Затем какие-то пулинги, про них тоже будем говорить в лекции по сверткам. Снова свертки, снова пулинги, тра-та-та. И в конце мы видим с вами несколько Fc, Fc это линейные слои, Fc потому что fully connected. И в конце мы с вами видим краски softmax, которые являются функцией активации, чтобы получить итоговое распределение вероятностей над метками классов. Но обучать такую сеточку еще вроде как понятно. Но они бывают глубже, а бывают еще глубже. Это уже GoogleNet. А WKG все-таки, по-моему, 2013 года. Надо проверить. И все эти сеточки обучаются с помощью обратного распространения ошибки. Как же это работает? Сейчас этим и займемся. Для этого нам понадобится backpropagation, который является производной сложной функцией. И пример можете видеть на слайде. А далее мы с вами разберем шаг за шагом его на нескольких простых примерах. Пока что, пожалуйста, вспомните, что производные сложные функции. Опять же, пример на экране. F зависит от x и от y. И давайте скажем, что L зависит от f, от output f, который является, допустим, z. Мы хотим посчитать производную L по x. То есть нам придется посчитать DL по DZ на DZ по DX. В принципе, даже с точки зрения просто базового записывания этой операции, мы видим, что DZ можно сократить. DL по DX и есть. DL по DZ на DZ по DX. Я надеюсь, вам знаком производные сложные функции. И теперь мы с вами свободно переходим к механизму обратного распространения ошибки и поговорим о том, как обучать нейронные сети, хоть большие, хоть маленькие. А теперь давайте вспомним в целом про механизм градиентной оптимизации и поймем, зачем нам вообще нужны градиенты и при чем здесь частные производные. Итак, градиенты это направление, в котором функция растет наиболее быстро. Это направление наискорейшее возрастание нашей функции. Если у нас есть функция потерь, то мы бы хотели знать направление скорейшего убывания, то есть антиградиент. Для этого нам и нужны все частные производные по параметрам. Потому что посчитав их, мы окраски знаем направление градиента и, соответственно, антиградиента просто с минусом направлены в другую сторону. Поэтому, если у нас есть некоторая функция потерь, допустим, L, и мы хотим знать, как нам поменять значение X, нам нужно посчитать частную производную, точнее, производную DL по DX. Но L напрямую не зависит от X, она зависит от него только через Z. Какую-то другую, не знаю, сущность, другое представление. Поэтому мы можем посчитать частную производную DL по DZ, затем производную DZ по DX, и это и будет DL по DX. А это нам нужно, краски, для того, чтобы посчитать градиент и знать, в какую сторону нужно сдвинуть значение наших параметров, чтобы уменьшить значение функции потерь, а это и есть наша цель. Теперь, когда мы с вами поняли, что именно происходит, давайте проиллюстрируем это на совсем простом примере. Например, на вот такой простейшей функции F от X, Y и Z, где пусть X, Y и Z это некоторые параметры, то есть по ним по всем мы будем считать производные, и функция имеет такой вид, X плюс Y умноженное на Z. Давайте сразу скажем, что X плюс Y у нас объединяется в некоторую Q, промежуточную краски и величину, и в целом всю нашу функцию мы можем представить в виде некоторого графа вычислений. Теперь мы хотим посчитать dF по dQ, dF по dX, dF по dY, dF по dZ, а соответственно нам еще понадобится dF по dQ, потому что это тоже некоторое промежуточное вычисление. Что ж, производная Q по X мы и так знаем, это единичка, Q по Y тоже, потому что производные суммы, я думаю, тут все понятно. dF по dQ, опять же понятно, это Z, dF по dZ это Q, тоже понятно, производное произведение. Давайте теперь почитаем вот эти три величины. Для начала мы уже знаем с вами, что у нас есть dF по dZ, это что такое? Это Q. Тогда, чтобы посчитать dF по dZ, давайте начнем с самой F, поэтому dF по dZ это dF по dF, то есть 1, на dF по dZ, то есть Q. Что здесь будет? Правильно, тройка, потому что Q равно тройке. Теперь посчитаем dF по dQ, потому что оно нам понадобится в дальнейшем. Это Z, Z у нас равен чему? Правильно, минус 4, поэтому здесь надо будет стоять минус 4. Осталось теперь посчитать производную dF по dX и dF по dy. Ну, как это делать, мы понимаем. Это dF по dQ на dQ по dX, это и есть dF по dX, то же самое для y. И ввиду того, что эти частные производные единички, что у нас будет стоять? Правильно, минус 4 и минус 4. Что ж, поздравляю, вы только что продифференцировали методом обратного распространения ошибки F по x, y и z. Вы спросите, зачем нам это нужно, что вообще здесь происходит? Давайте сделаем то же самое, но на более привычном нам примере, не более простом, потому что он будет набрать сложнее, и воспользуемся теми же самыми методами, но для логистической регрессии. Вы ее видите на экране, и логистическая регрессия, это и есть та самая нейронная сеть. Просто у нее даже скрыться слоев нет, она сразу отображает признаки в ответы. Формулу вы видите на экране, а представление в виде некого графа вычисления, вы видите опять же на экране. И теперь у нас здесь с вами есть как параметры, так и некоторые значения, данные, по которым нам во многих случаях и производные это не понадобится. Например, по x мы в целом можем посчитать производные, потому что почему бы нет, но из-за того, что x это какие-то данные, мы поменять их не можем, поэтому толк с этого. Хотя на самом деле с помощью краски производных по данным можно много чего делать интересного, но это будет в дальнейшем уже разобрано. Ну, например, там какие-нибудь адверсарии, латаки считать и так далее. Итак, давайте посчитаем производную, но по-честному и в то же время второй раз по-честному через мета-обратное распространение ошибки. Начнем опять с конца. У нас есть f от x, которая как раз таки является по сути, f от омега и x является вот этой вот сложной функцией. И теперь у нас есть внизу в знаменателе 1 плюс экспонента минус что-то. Мы знаем, что производные экспоненты это экспонента, производные линейной функции это коэффициент краски, а x это просто а, ну и так далее. Давайте пойдем с конца в начало. Мы знаем, что в конце у нас стоит в самой правой точке df по df, поэтому там будет 1, правильно? Идем дальше. Дальше у нас функция деления 1 делить на x. Еще раз обращаю ваше внимание, 1 делить на x в смысле всего аргумента, который пришел. 1 делить на аргумент. Какая у нас производная 1 делить на x? Минус 1 делить на x в квадрат, верно? Поэтому двигаемся дальше, проходим назад, и теперь у нас получается минус 1 делить на 1,37 в квадрате, умноженное на что? На df, pdf на 1. Получили миль минус 0,53. Теперь у нас там стоит производная минус 0,53. Двигаемся дальше. Плюс 1. Производная от плюс 1 будет просто единичкой, значит минус 0,53 двигается влево точно так же. Следите за происходящим, а еще лучше поставьте на паузу и самостоятельно посчитайте, а потом посмотрите на ответ. Получается, минус 0,53 ровно потому же, что это df по df на df по условно d степ минус 1, на d степ минус 1 по d минус степ, d степ минус 2 и так далее. Двигаемся дальше. Экспоненты. Производные экспоненты это экспоненты. Поэтому нам придется минус 0,53 умножить на значение, которое было у экспонента. Что будет? Правильно. e в минус 1 на минус 0,53. Почему e в минус 1, спросите вы? Потому что на вход экспоненте пришла минус 1. Окей, двигаемся дальше. Умножение на минус 1 придет просто к смене знаков у нашей производной. Теперь это 0,2. Теперь у нас сумма. Сумма, как мы уже заметили, просто-напросто раскидывает производные направо и налево одинаково. Поэтому вниз у нас пойдет что? То же самое. Минус 0,2. Вот просто 0,2. Наверх тоже пойдет 0,2. Теперь у нас опять сумма. Опять продублируется. А теперь умножение. По сути, умножение это просто перебрасывание производной друг другу с умножением на необходимое число. Ну, если вы посмотрите, x умножить на y, f равно x умножить на y, df под dx будет y, df под dx будет x. Ну что ж, поэтому здесь у нас будет минус 2 и 0,39. А внизу у нас, соответственно, будет, ну, примерно то же самое. Тут вы можете задать вопрос, погодите, а почему у нас при умножении 2 на 0,2 получилось 0,39? Ну, вообще говоря, это реальный пример, поэтому там как раз-таки ошибка округления просто-напросто флотов до двух знаков после запятой. Это нормально, это не связано с нейронными сетями, это скорее просто связано с визуализацией. Итак, я надеюсь, сейчас вам стало понятней, как работает Backprop. Мы с вами только что шаг за шагом продифференцировали просто-напросто логистическую регрессию, прошли через сигмоиды и через все остальное. Но что самое интересное, математику сломать нельзя. Поэтому мы могли сделать абсолютно то же самое, посчитав сразу производную, допустим, сигмоиды. Вот она. И получить на выходе, к краске, то же самое число 0,2, которое мы могли бы посчитать с вами и напрямую. Поэтому, и, точнее, шаг за шагом через Backprop, или напрямую, зная просто, что это какая-то производная сложная функция. И именно так это и происходит в нейронных сетях. Потому что вместо того, чтобы считать это все шаг за шагом, нейронные сети состоят из каких-то некоторых полезных функций, удобных, линейное преобразование, сигмоида, релут, ангенс и так далее, для которых мы знаем аналитическое выражение производной, как для сигмоиды, то же самое. А поэтому мы можем сразу, зная значения, которые пришли в функции на вход и саму функцию, почитать и производные тоже, при условии того, что мы знаем, что и пришло справа другого конца в виде производных тоже. Поэтому Backprop работает достаточно быстро и эффективно, позволяя краски эффективно обучать, что важно, все параметры сразу. То есть вы можете обучить параметры на 10-м слое, 9-м, 8-м, 7-м и так далее, используя один и тот же механизм, и до тех пор, пока сеть дифференцируем, вы можете это делать, пока не надоест или пока сеть не кончится. Другое дело, что там начнут задухать градиенты, там возникнут проблемы с неустойчивостью и так далее, с этим краски будем бороться в дальнейшем, например, с помощью нормировки, батч-нормы и так далее. Но пока что это был просто Backprop, и давайте посмотрим на него еще раз, но теперь в матричной форме, потому что, как правило, при переходе от простых чисел к матрицам начинаются вопросы, а что вообще происходит, там вот все просто было, все понятно, а как нам матрицу по матрице дифференцировать. Давайте еще раз посмотрим. Пусть у нас y, это некоторая вектор-функция, которая зависит от векторного, опять же, инпута, как f1, f2 и так далее, fn от x, и пускай она от x зависит вообще максимально простым образом, y равно x, но вот таким образом. Тогда мы хотим продифференцировать dy по dxu, тогда будет в краске вектор из этих самых производных, nabla f1 от x, nabla f2 от x и так далее, то есть d по dx f1 от x, d по dx f2 от x и так далее. Или расписав в краске матричной форме, ввиду того, что x это тоже вектор, это d по dx1 f1 от x на первом месте, d по dx2 f1 от x и так далее. Почему? Потому что вектору x у нас вектор, производная по вектору будет что? Ну, будет вектор, производные числа по вектору будет вектор. Ввиду того, что у нас здесь получается y это вектор, x это вектор, производная вектора по вектору уже будет что? Правильно, матрицу вы ее видите с самого права, с самого правого края. И это справа вы видите в краске общую форму записи, потому что мы здесь пока не учитываем, что y равно x. Если же мы учтем этот факт и пересчитаем, то получим совершенно простое представление, это будет просто диагональная матричка из единичек. Все формулки вы видите здесь на экране, шаг за шагом, поэтому посчитать производную вектора по вектору можно абсолютно свободно, обладая базовыми навыками дифференцирования. Но при этом я прошу вас обратить внимание сразу на простую, скажем так, зависимость. Производная скаляра по скаляру будет скаляр, производная скаляра по вектору будет вектор, производная вектора по скаляру все равно будет вектор, производная вектора по вектору будет уже матрица. Ну а если продолжить дальше, производная матрица по вектору, можете подумать, сколько будет измерений. Правильно, 3. Производная вектора по матрице, тоже 3 измерения. Производная матрица по матрице, уже будет 4 измерения. Ну и так далее. В целом, если вы хотите разобраться чуть глубже в матричном дифференцировании, опять же, можно сходить по ссылке, там есть целая методичка по матричному дифференцированию от Стэнфорда. И на русском языке, по-моему, тоже есть. Что ж, давайте двигаться дальше. Мы с вами разобрались, как работает Backprop. И теперь мы с помощью Backprop, как раз таки, можем посчитать направление, в котором нужно менять каждый параметр. Потому что мы с вами посчитали частную производную функцию потерь по каждому из параметров. А что теперь дальше делать? Ну, правило обновления, видите, справа сверху. Тот же самый градиент, спуск. Новое значение параметра, это предыдущее, минус, learning rate, на значение, как раз таки, производная, на значение градиента. Почему минус? Потому что хотим антиградиент. Что такое learning rate? Величина градиентного шага. И да, от нее очень сильно все зависит, это еще один гиперпараметр. Если градиентный шаг слишком большой, все разойдется, потому что просто-напросто наша сеть начнет болтаться из стороны в сторону с огромной силой. Если шаг слишком маленький, то сходиться это все будет до скончания времен. Если шаг слишком большой, но сеть еще не расходится, она не сможет сойтись к минимуму. Ну, представьте себе какое-нибудь ущелье. А сеть не умеет ходить маленькими шагами, она умеет только прыгать влево-вправо. Она перепрыгивает ущелья каждый раз, она не может попасть внутрь. Ну, а если learning rate оптимальный, то вот так все плавненько упадет, 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 красиво. И все усугубляется еще и тем, что, как правило, помимо того, что у нас learning rate надо подбирать, функция потери у нас не такая красивая и гладенькая, точнее ее реализация, потому что мы считаем все, как правило, на бачах. И выглядит она примерно, как вы видите справа. Поэтому она еще и достаточно шумная, и нужно использовать различные методы по избавлению от шумов, по получению более устойчивой оценки градиента для получения эффективной оптимизации. Ну, самый простой номерный метод, который вы уже знаете, это стахастический градиентный спуск по бачам. Почему стахастический? Потому что если у нас выборка в 10 миллионов объектов, посчитать для всех 10 миллионов объектов градиент, на всех 10 миллионов объектов градиент, как-то дорого. Если у нас считается градиент только на одном объекте, объект может быть просто шумовым, бесполезным, мы получим неправильный градиент и обновим модель на туда. Поэтому выбираем что-то среднее, берем некоторую случайную подвыборку объектов, на них считаем градиенты и обновляем нашу модель. Вот это случайная подвыборка объектов и является бачом. Тут я прошу вас обратить внимание, случайную подвыборку объектов из всех можно выбирать только, если объект не упорядочен. Если объекты упорядочены, то вы должны еще и сохранять структуру, скажем так, последовательности. Потому что иначе будет как-то странно. Но об этом поговорим в дальнейшем. Пока что просто предполагаем, что у нас все объекты независимы, неупорядочены, поэтому можно брать как угодно. Выборка ID, все довольны. Что ж, это был обзор бэкпропа методов градиента оптимизации, крайне быстрые, потому что, я думаю, вы с ними уже знакомы. И всегда, конечно, можно к ним обратиться и их освежить в памяти, обратившись к куче методичек, видеоразборов, семинаров, лекций и так далее. А мы двигаемся дальше и сейчас будем говорить про функции активации.